В Донбасс сегодня доставили новую партию российской гуманитарной помощи. Машины МЧС привезли больше тысячи тонн продовольствия и медикаментов. Нынешний конвой стал уже 36-м по счёту, а год назад первые КАМАЗы разгрузились в Луганский. Тогда для жителей блокадного города приезд колонны из России стал настоящим спасением. Александр Естегнеев продолжит. Это не просто радушие, искренняя благодарность за то, что они целый год сами привозили в Донбасс и хлеб, и соль. Крупы и консервы, тёплое одеяло, дизель-генераторы, лекарства, детское питание. В прямом смысле не дали умереть. Первый гум-конвой у нас был ассоциателем с тем, что значит, что мы будем жить. Это была очень сильная моральная поддержка для людей, даже больше, наверное, чем материальная. Люди очень ждали помощи, ждали, что они не одни, что Россия их не бросила. Первая белая колонна визжала в Луганск год назад. По городу била артиллерия, кстати, зная, что пришли российские грузовики с гуманитарной помощью. Было страшно, но люди всё равно вышли встречать. Ехали в зону боевых действий, не знали, что нас там ждёт. Но людям нужна была эта гуманитарная помощь. Люди ждали этой помощи, находясь в блокаде. Собирались быстро, границу пересекали долго. Киев формально разрешил доставить гуманитарный груз, но закрыл самый короткий путь между Белгородом и Харьковом. Сделали крюк в 500 километров. На КПП из Варина ждали неделю. Украинская таможня не давала добро. Машины досматривали, искали оружие и шпионов. Не нашли, зато якобы потеряли документы. А Красный Крест отказался сопровождать колонну. Опасно. В то же время даже ООН признала, гуманитарная помощь нужна Донбассу как можно быстрее. У меня два дня дети голодные сидят. У меня полтора и два с половиной года детства. Какие продукты у нас оставались, но уже наши запасы все закончились, которые были у нас по домам. Картошка какая была на дачах, собрали, подоедаем уже крупы. Ну как, это же всё, каждый день же кушать хочется. И тогда колонна МЧС просто поехала. На свой страх и риск. Белые грузовики встречали со слезами. Год назад Луганск практически был в блокаде. У нас не было света, воды, связи. У нас не работали магазины, аптеки. Практически ничего. И тот первый конвой безоружный проходил по бездорожью. Под артиллерии бандеровцев, которые пытались всё-таки закрыть и сделать блокаду полной. Донбасс тогда действительно выживал. Вот так выглядели рынки. Магазины были закрыты. За гуманитарной помощью выстраивались очереди. Один продуктовый комплект в одни руки. Разгружали и фасовали добровольцы из местных. Бесплатно, ведь для своих же. Сегодня гуманитарная колонна 36-я по счёту снова привезла в Донецк и Луганск по 500 тонн груза. Всё те же продукты, медикаменты. До этого были учебники, стройматериалы. Сейчас в Донбассе нет активных боевых действий. Но это не значит, что помощь больше не нужна. Белые КамАЗы разгружаются и уходят в Россию за новой партией.